Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я буду продолжать говорить на тему призвания, предназначения. То есть то, для чего мы предназначены, тот потенциал в нас и вложен. Это ваша ответственность найти свой дар или свои дары. Нам нужно согласиться с Господом, да, потому что мы иногда говорим, да нет, не то, не это. Ты знаешь, как пришел там, ну, то не хочу, то не хочу, это не хочу. Короче, кроме чипсов, кока-колу, ничего не ем, да. Это мне рассказывали, как дети у нас в Пинеле питались. Их приводят к столу, они ничего не хотят есть. А потом ночью едят чипсы и колу запивают. Вот, поэтому это же неправильно все, да. И поэтому многие люди тоже, они не согласны. Я не хочу то, не хочу этим быть, не хочу вот этим. Хочу быть царицей морской, да. Сидит возле корыта разбитого, и вот хочет быть этой царицей морской. Вот, но я вам скажу сразу, что Бог это не золотая рыбка, понимаете. Он не будет у нас на услужении. Мы у Него на услужении должны быть, правда. Мы Ему должны служить. Мы должны Ему повиноваться. А не Он там по чучьему велению во имя Иисуса Христа. Там, мне надо то, мне надо то, мне надо то, еще что. Господь такой, что тебе еще там записываю помедленней, да. Нет, нет, наоборот, все. Мы должны знать, что Он нам говорит делать. Слава Богу. Аллилуйя. И поэтому написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. То есть то, что Бог тебе определил, все, слава Богу, да. Прими, прими, какое у тебя дарование, и радуйся. Когда мы смотрим на библейских героев, даже когда Давид был помазан царем, он что, сразу пошел во дворец? Говорит, сейчас Саула скину, сяду, я уже царь. Нет, еще прошло долгих там 18 или 20 лет, пока он там был оруженосом, пока он там был этим воином, пока то, пока и... Когда еще это все? Почему? Потому что был период подготовки. Он знал. Он знал. Но Бог его еще готовил. Аминь. Поэтому, когда мы смотрим на многих героев Библии, они знали, но они были готовы пройти этот пункт. Из пункта А в пункт Б еще был пункт А1, А2, А3, и, конец, формат А4, ты уже готов. Все. Теперь ты заходишь, да? Когда Илия проходил и увидел Елисей, да и кинул на него призвание, что сделал Елисей, да? 18 лет ходил, еще поливал на руки Илии, там, стирал его носки, я не знаю, там, что он там делал, да? Он успешный предприниматель, бизнесмен, 24 трактора вала у него было, да? Но, тем не менее, тем не менее, он ходил и служил, и потом Господь что говорит? Ты получишь это. Слава Богу. Аминь. Поэтому мы должны знать, что, когда мы хотим служить Богу, мы будем Ему служить. Правда? И когда мы хотим служить Богу, Бог откроет все эти дары, которые нам дал, для чего? Для служения. Аминь. Вот. И поэтому, когда ты на правильном месте, Бог дает тебе помазание, да? Ты помазан будешь. Ты будешь помазан. Потому что сразу видно, помазан или не намазан, да? Вот можно петь как? Можно просто петь. Можно иметь хороший голос там. Ну, ты слышишь, ну, не помазано это. Не помазано. Да? Или нет? Тишина такая. Я вообще не знаю, что такое помазано, не намазано. Но это отдельную серию надо проводить о помазании. Чтобы вот веселил, так сказал, он будет у меня помазан, да? Там точить, рубить, там пилить, все. И он, когда это делает, все будет помазано, будет все четко. Поэтому мы должны знать, да, какое наше место, и на этом месте Господь говорит, ты будешь помазан. Слава Богу. Это значит, Бог благословляет тебя, да? Бог дает тебе благодать, Бог дает тебе способности. Вот еще хорошее местописание, я не забыл прочитать, хочу прочитать о развитии нашего дара, что мы должны развиваться. Например, во 2 Тимофея 1,6 написано, по этой причине напоминаю тебе, возгревать дар Божий. Возгревать. Ну что ты думаешь такое слово, возгревать? Это чайник, что ли, у тебя? Как ты его будешь подогревать, возгревать, да? Я так понимаю, сейчас еще тебе прочитаю один перевод, например, продолжай разжигать пламя дара Божьего, полученного тобой. То есть, что это значит? Это развитие, правда? Это развитие, когда твой огонь все сильнее и сильнее, говорит, продолжай, продолжай. Ты получил, но тебе нужно в этом развиваться. Тебе нужно стать действительно специалистом. Слава Богу! Потому что это будет, чем больше ты будешь и лучше это делать, тем больше и лучше благословения будет для людей. Больше будет пользы, больше будет толку, да? Например, если ты, например, пришел, например, врачом работать, да, и ты не развиваешься. Вот я врача вижу, сидит тут. Ты не развиваешься, ты ничего не читаешь, что там произошло в носу новое, там открыли, что там в ухе, оказывается, живет, и так далее. Ты просто вот как учился, тебя научили, что там в носу там столько и столько. А за это время оказалось, в носу там вообще уже такие дела происходят. И ты не знаешь, что там происходит. И, конечно, как тебя будут там, так и будешь постоянно вот младшим этим помощником врача. А так бы был уже кем? Главврачом, да? А возможно еще там главвглавврачом. Поэтому что? Возгревайте, друзья, возгревайте свой дар, развивайте его. Не успокаивайте, что вот вы что-то умеете, и это хорошо. Нет, это хорошо. Но может быть, что? Еще лучше. Еще лучше, слава Богу. Итак, какие у нас есть, так сказать, подтверждения? То есть мы на своем месте или мы не на своем месте? Если это наш дар, то мы получаем от этого радость, и другие получают от этого радость. Ну, если человек с таким пониманием дара служит в детском служении, и дети говорят, только не к ней! Только не к ней! Нет, ты должен идти. Мы тоже идти. Ты тоже должен смиряться. Ты посмотри, она уже 20 лет смиряется. Иди туда, на это служение. Я не пойду. Ну, понятно, что... Что понятно? Понятно, что это не ее дар, да? Потому что это если ее дар, она говорит, да, слава Богу, 20 лет, я радуюсь, и то, и дети. О, там Анна Ивановна, там мы к ней все бегут с радостью. Почему? Ну, потому что она не мучается, и других не мучает, правда? Вот, это так важно. Так важно найти вот этот дар. Дар. Слава Богу, да? Слово-то какое? Дар. Дар. Аминь. Так с радостью. С радостью. Но когда человек на своем месте, поэтому это замечательно, да? Он помазанный там служитель, он там помазанный певец, он там еще какой-то. Почему? Потому что мы переживаем особенное благословение, да, от этого. А не просто мы мучаемся, да, да, он смиряется, я смиряюсь. И мы все смиряемся, сидим туда. Вот. Поэтому что еще? Это внутреннее свидетельство, и это свидетельство от внешних. От внешних. Потому что, как бывает, человек говорит, мне так нравится пить. Вы спросите у других, им нравится это вообще или нет? Бывает такое субъективное удовлетворение только, вот ему нравится, а другим, да, другим не нравится. Поэтому я тогда скажу, надо подумать вообще, потому что должно совпать и внутреннее, и внешнее, да? Или нет? Как вы думаете? Должно такое быть? Я думаю, точно. Вот. Хочу про одного служителя тут прочитать, который, как не надо делать, то есть человек не на своем месте. И в Библии есть в третьем послании Иоанна про диатрефа. Давайте прочитаем про диатрефа, что про него сказано. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вот что этот человек любил делать? Смотрите. Любил ли он служить? Что он любил делать? А? Да. Он любил командовать. Он такой был командир, да? Люблю командовать. То есть, ему-то нравилось командовать? Наверное, ему нравилось, что он такой важный, он такой главный, этих пускать, этих не пускать, это кто, этих нет, это те, это... А по сути-то дело, что потом пишет Иоанн-то? Что он пишет? В конце он пишет, возлюбленный, не подражай злу, но добру. То есть, как внешне оценивали его служение, да? Может, ему и нравилось быть таким важным, сходить с портфелем, быть таким начальником, как бы вот... А как остальные? Как остальные воспринимали его служение, да? Вот поэтому Иоанн говорит, что кто делает добро, тот от Бога, а не делающий зло, не видел Бога. То есть, что он там увидел, да? Где его служение было? Поэтому Бог нас призывает, да, быть на своем месте, и Бог тогда говорит, что на этом месте будет благословение. Вы согласны с этим? Аминь. Говорите Аминь тогда. Еще одна ситуация тоже, когда человек был не на своем месте. Моисей, все помнят Моисея, да? Уехал на конференцию. Небесный взрыв называется. На 40 дней. Вот 40 дней его нет. А кто остался за него? Остался Аарон. Вот Аарон был человек мягкий. Его можно было уговорить, можно было сманипулировать. И поэтому Аарона уговорили. Говорит, Моисей, нет. Нет. Когда вернется, неизвестно. Может, вообще не вернется. Может, он эмигрировал куда. Поэтому кто его знает. Так что, говорит, Аарон, теперь мы будем тебе советовать, как руководить церковью, как управлять. И говорит, давайте сделаем себе вот золотого тельца. Помните наши те лихие годы, когда все с цепями золотыми ходили, там, с перстнями, с зубами. Говорит, вот сделаем себе такого тельца, и будем вот ему радоваться, и будем вот у нас, будет кто-то. Он говорит, ну, несите все свои цепи, зубы, серьги, да. И сделали они этого тельца. И что? И что происходит? Вы помните, там он на этой конференции с Богом. Бог говорит, ты что здесь засиделся уже? Ты знаешь, что у тебя там творится? Ты знаешь, кто там остался? Аарон остался. А я знаю, кто такой Аарон. Уже давай быстрее, быстрее возвращайся с горы с этой, да. Ну, он прибегает, вы помните, с горы, несет, несет это, первый планшет, как говорится, вот этот таблет, вот этот, с десятью заповедями, да. Видит, что творится безобразие, кого-то разбивает, эти замечательные послания. Ну, то есть, лидер вернулся, и что он сразу начинает делать? Наводит порядок, да. Говорит, Аарон, что ж ты натворил-то, да. Ну, и, короче, порядок начинает, тельца там уничтожит этих, уничтожит тех тоже. Короче, раз, 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 все разобрался, порядок навел, все, аллилуйя, слава Богу. Аминь. Вот, а так что было бы, а? Большая беда бы была. Вот поэтому так важно, друзья, так важно быть, что? На своем месте. На своем месте. Это я слышал тоже историю, есть такая игра детская для самых маленьких детей. У кого маленькие дети есть? То есть там такие кругляшочки есть, квадратики и треугольнички, да? И ребенок должен научиться, значит, квадратик в квадратик, кругляшок в кругляшок, и треугольник в треугольничек. Вот, это, знаете, это похоже так же, как мы должны занять свое место в теле. А если ты, например, не понимаешь и говоришь, я хочу квадратик в кругляшок затолкать, ну и толкает его, толкает, толкает туда, да, а он что? А он туда не заходит? Он не заходит, говорит, ну я так хочу, я так хочу, чтобы он зашел. Вот иногда мы тоже так хотим, быть этими квадратиками, но быть в этом, в кругляшочке. Но мы не созданы попасть в это место, да, мы должны быть в другом, когда в квадратик все замечательно входит, но вот в кругляшок нет. Вот поэтому Господь, Он говорит, что если мы делаем что-то не так, то это все напрасно, да, написано напрасно, трудимся, напрасно охраняем, напрасно, что если Господь этого не делает, то все, что, все напрасно. Хотелось бы сказать некоторые симптомы, да, мы сегодня как с врачами тут, но естественно, естественно, если ты не на своем месте, у тебя будет дискомфорт, вы согласны с этим? Ну, если ты вот этот квадратик, а тебя туда в кружочек, как оно тебе будет, да? Трудно, да? Или нет? Или ничего, пойдет, молоточек просто взять и, эх, эх, и ничего, и квадратик мягко превратится в кругляшочек, да? То есть если забить, то можно. Вот, но по идее это все очень сложно, да, это очень сложно и дискомфортно. Еще какая проблема-то? Проблема то, что нет результатов, понимаете? Нет плодов. Когда человек не на своем месте, у него ничего не получается, да? Нет развития, нет успеха. И вот когда вот такое происходит, ничего нет, долгое время, что у человека приходит усталость. Ну, потому что, когда ты не на своем месте, ты всегда быстро устаешь, да? Я говорю, вот если бы вместо ноги было ухо, уши бы быстро устали. Хотя бы ты и старался на ушах стоять, и на ушах ходить, но это было бы очень трудно. Так ведь? Очень дискомфортно, очень трудно, и ты бы всегда уставал, я думаю, или нет? Уставал бы? Точно бы уставал. Говорю, так я устал, так устал, уже сил никаких нет. Ну, не хочется уже, передумал я уже, все, не буду я, не буду я на этом месте. Вот, поэтому Господь, конечно, хочет, чтобы мы все были на своем месте. Скажи на это аминь. Но еще раз напомню, что мы идем постепенно к своему призванию, постепенно. Поэтому, что мы должны? Мы должны любить Бога, и когда мы любим Бога, мы хотим Ему служить. Просто, когда я вспоминаю свою историю, как я пришел, например, вместо своего призвания, я точно не знал, что я буду пастором. Вот, я и не хотел даже быть пастором. Но, когда я был в церкви, у меня всегда было желание служить. Всегда. Я, когда только я пришел, я так и понимал, как так можно не служить. Я понимаю, что многие не могут найти свое призвание, потому что они не хотят служить. Вот, я только так могу объяснить. Потому что я даже ничего не понимал, не знал. Никто тогда не было никаких проповедей, как найти свой дар, как войти в призвание. Ничего такого вообще не было. Но я помню одно, что я любил Бога, я хотел Ему служить. Поэтому я был ашером сначала, потом я вот на звуке был, потом я администрированием занимался в церкви. Понимаете? Постепенно, постепенно. И потом мне Бог сказал, ты будешь пастором. Вот. Но, если мы сидим где-то и ждем, что нам вот ангел с факелом придет, скажет, вот тебе факел в руки, флаг тебе в руки, и вот иди что-то делай, будешь миссионером там в Зимбабве, например. Все, ты даже не знаешь, где Зимбабве, и кто ты такой, и кто это, человек, или что-то такое. Вот. Поэтому это всегда происходит, когда мы хотим служить и идти за Богом. Итак, несколько шагов, друзья, как нам найти себя, как найти свои дары. Конечно, первый шаг – это молитва, да? Как бы это банально ни звучало, но все начинается с чего? Все начинается с молитвы, потому что написано – открывайте свои желания, да? Говоришь, Господь, я хочу знать. Вот хочу знать. Уже 20 лет хочу знать в детском служении, правильно ли я здесь в детском служении, или не надо мне было сюда заходить. Вот. Поэтому открывайте, открывайте. И, конечно, самое главное, мы должны не просто узнать, а мы должны служить. Зачем Богу говорить, какой у тебя дар, если ты служить не собираешься? А? Вот зачем? Но если ты хочешь служить, Бог, конечно же, тебе поможет, Он тебе подскажет, Он тебе проведет. И когда ты узнаешь, какое у тебя дарование, развивайся в этом даровании, да? Читай книги об этом даре, смотри семинары, узнавай, как вообще быть самым лучшим. Может быть, не так скромно звучит, но это хорошо – стараться быть самым лучшим в этом даре. Аминь или нет? Вот. Поэтому, поэтому двигайся, двигайся, двигайся. Почему мы в библейской школе, мы специально сделали вот то, что студенты школы, они проходят у нас по всем служениям. Для чего? Для того, чтобы студент, который приходит на практику, ищет, так сказать, где же его Бог будет применять, в какой области он может найти себя. И поэтому я знаю тоже много свидетельств, что именно из-за этой практики люди увидели что-то, что они могут делать, и им это нравится. Как говорится, где-то у них там йокнуло, как говорится, да? Йок, это мое. Поэтому нужно что? Нужно не сидеть, нужно идти служить, и нужно искать. Слава Богу, да? Так что не бойтесь, не бойтесь двигаться, не бойтесь служить. Бог вас обязательно приведет вот в место вашего предназначения. И поэтому это будет и вам нравится, как я говорю, и это будет свидетельство от других людей, которые вам также скажут, это точно, это твой дар, да? Могут так люди тебе сказать? Что это твой дар, потому что я вижу, это благословляет, это помогает, это укрепляет, то есть будет подтверждение. Аминь. И вот хочу вспомнить еще историю про апостола Петра. Я хочу опять же вспомнить, как это все начиналось, да? То есть, когда Иисус его призывал, он говорит, следуй за мной. Петр, значит, оставляет свою работу, свою рыбалку, потому что он был уже рыбак, помните, да? Он был рыбак. И вот он пошел за Иисусом. И вот еще интересный момент такой, вот когда он, помните, рыбачил, рыбачил, всю ночь там ничего не поймал. И Иисус говорит, вот закинь сейчас, заплыви на глубину и закинь сети. И вот когда он это сделал, он сначала не хотел же этого делать, потому что думал, ну Иисус, какой он там специалист по рыбалке, а я же, я же там все семинары прошел, я там лучший рыбак года, там, я не знаю, там, чемпион там по быстрой ловле, там еще, там, по сматыванию удочек, сетей там. Ну, короче, у него дипломы, там лодка вся обклеена этими, где он там был, где он участвовал, в каких-то фрегатах, фрегатах там все, золотая удочка там прибита там. И тут ему, иди вот и так делай. Он, конечно, удивился, но он послушался, он послушался. И когда они поймали столько рыбы, что у них прорывали сети, вот он тогда поверил, что Иисус это Господь. И он говорит, Господи, Господи, да, он аж перепугался, что действительно Господь. То есть, а Иисус ему что говорит? А Иисус ему говорит, иди за мной, я сделаю тебя ловцом человеков. Помните, да? То есть, ты, говорит, ловил рыбу, а сейчас кого будешь ловить? Людей будешь ловить. Спасать будешь их. То есть, да, понимаете, не ловить просто, это не в полицию он отправил, ловить людей там. Вот, будешь ловцом человеков, будешь их спасать. Будешь спасать людей. И мы помним, что когда он ходил с Иисусом, все там хорошо было, и Петр там всегда отличался, там он и туда, и сюда, везде первый, и из лодки первый пошел, и туда пошел, да. И когда Иисус говорит, вот меня предадут, говорит, только не я, Господи, все, всегда с тобой буду, все оставят, да. Но мы помним, да, действительно, когда он был с Иисусом, он был прямо герой, прямо герой такой, тут его хватает, он хватает меч, отрубают ухо, Иисус шлеп ухо опять на место, говорит, ну это не наш метод, короче, мы так не делаем, вот. Но смотрите, когда проблемы начались? Когда не стало Иисуса, да. Все, Иисуса забрали, вдруг он видит, его ведут, говорит, а ты же тоже с ним был? Да нет, нет, не я, не я, не я. И вот этот смелый Петр, да, он вдруг опять переменяется, становится другим, боится, отрекается от Иисуса. Я думаю, почему же вот такая перемена произошла? И потом я получаю для себя такое откровение, ведь то, к чему нас призвал Господь, когда Он призывал, да, Он говорил, кто ты будешь, мы должны всегда хранить отношения с Богом. Понимаете? Я так понимаю, что когда Иисус был видимым образом с ним, ну вот сейчас бы Иисус бы здесь ходил бы, да, ну, чего не верить в Иисуса, да, чего не быть смелым, когда Он с тобой действительно, а вот когда его не стало, представляете, ведь тоже написано, как Иисус говорит, блаженный, не видевший меня, но уверовавший, то есть начался новый период его в жизни, когда он уже не видит Иисуса материальном, да, но должен иметь с Ним общение духовное, а он еще не привык к этому духовным, этим отношениям, он привык только к материальным отношениям, и когда Иисуса не стало, оказывается, у Него все посыпалось, все, Он говорит, я не знаю, что мне делать, я не знаю, чем мне заниматься, и что Он делает, мы читаем в Евангелии от Иоанна, Он возвращается, куда Он возвращается, то Он возвращается, оказывается, лодка-то у Него осталась, и сети у Него остались, и говорит, я что буду сейчас делать, я ничего больше не умею делать, я вот сейчас буду опять рыбалкой зарабатывать себе на жизнь, так мы с Иисусом ходили, нас хоть обеспечивали, все там было, и был, и этот кассир был, и это было, и то было, а сейчас Иисуса нет никого, нет ни кассира, ничего нет, что делать не умею, ничего не знаю, все, буду опять рыбачить, и вот они рыбачат, рыбачат, помните эту историю, и они опять всю ночь не могут поймать, потому что, когда тебя Бог чему-то призвал, а ты хочешь вернуться на свои старые пути, там не будет благословения, не будет там благословения, понимаешь, Иисус ему сказал, слушай, Петр, не забудь, я тебя призвал быть не рыбаком, а я призвал тебя проповедником, я призвал тебя человеком, который будет спасать души, а ты что делаешь, ты снова пытаешься по-старому восполнить свою жизнь, свои нужды, и получается опять они ловили, ловили, ничего не поймали, помните, да, и вдруг, и причем он еще всех учеников увел с собой, говорит, у меня вот команда есть, все, пойдемте ребята рыбачить, и Иоанн тут попался, и Иоанн тут же тоже, он же такой послушный был, теперь, говорит, Иисуса нет опять, кому вот за Петром пошли, за Петром, да, который отрекся, и вот он говорит, смотрите, Господь, то есть вот кто имел отношение, это оказывается, да, Иоанн, Иоанн один узнал, никто не узнал, думал, кто же мужик ходит по берегу, а Иоанн говорит, это Господь, и вдруг Петр тоже до него доходит, это Господь, ну, они-то все плывут, а он же привык по воде ходить, выходит и пошел сразу к Иисусу, да, помните, что он пошел прям, вот, а Иисус им еще тогда тоже, еще никогда не дошли его, говорит, ребята, что поймали что-нибудь? Говорит, нет, ничего не поймали, говорит, ну, закиньте туда, они закинули, да, и что? И полную сетку поймали, и вот Петр, он подпрыгнул и побежал прям к Иисусу, а Иисус говорит, ну, что, будете есть, вот уже у меня еда тут, у меня уже, вот видите, я уже пожарил рыбу даже, все у меня готовое, и что он спрашивает, интересно, вот он интересно говорит, помните, может быть, мы сейчас посмотрим сюда немножко, Евангелие от Иоанна, вот я буду читать с этого места, что, когда же они вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали, и Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвала сеть, Иисус говорит им, придите, обедайте, из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь, Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу, и это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье, своем из мертвых, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Вот интересно, он называет его тем именем, когда он еще его не переименовал, а почему он его так называет? Я думал, почему он его так называет? И потом я вдруг понял, почему, потому что он же вернулся на свои старые пути, он как будто снова стал старым человеком, понимаете? Он пошел на свою старую работу, и как будто бы ничего не было этих трех лет, когда они ходили с Иисусом, и поэтому Иисус к нему не говорит Петр, он говорит, как ему, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, ну, как обычно, Иисус ему говорит, паси акзов своих, и так три раза, да? Я вот здесь вот вижу, смотрите, что он снова ему говорит о призвании, вот понимаете, он-то как бы рыбалкой занялся, но он говорит, я-то тебя призвал быть пастырем, служителем, пастухом, аминь, и он спрашивает, любишь ли ты меня, потому что вот в этом-то и есть, мы никогда свое призвание не узнаем и не исполним, если мы не будем любить Иисуса. Почему многие любят, а я вот все не знаю, я все не знаю, но это не то, что мы не знаем, это, я думаю, причина в том, что мы не любим его, как мы должны любить, если мы не любим, то мы не хотим ему служить, ведь почему мы служим? Мы служим не потому, что как бы мы обязаны там, нет, мы служим, потому что мы его любим, я думаю, что это главный мотив, это самый правильный мотив, что ты любишь его, поэтому ты служишь, И поэтому он его спрашивает, любишь ли ты меня? И когда он говорит, да, я люблю тебя, тогда он ему говорит о служении, тогда он ему говорит о призвании, да? Он ему напоминает, для чего он его призвал-то вообще? Какой смысл его жизни, да, какая цель? И поэтому мы должны не оставлять, не оставлять, да, то, что Бог для нас приготовил. Да, может быть, это будет трудно, может быть, там будет не получаться. Но вы знаете, я думаю, что Иисус точно так же каждого из нас спрашивает, ты любишь меня? И мы говорим, да, я люблю тебя, Господи. И тогда он говорит, вот делай то, к чему я тебя призвал. Делай то, что я хочу, чтобы ты делал. Потому что ты был предназначен быть не рыбаком, хотя ты был, может быть, хорошим рыбаком. Ты был предназначен быть Божьим служителем. Аллелуя. И пока вот в нем это, видно, не укоренилось, у него спрашивает, 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 да. И каждый раз он ему говорит, это призвание, это твое призвание, это твое призвание. Три раза, три раза он говорит, вот это твое призвание. Вот этим ты должен заниматься. Знаете, я когда-то был музыкантом, меня тоже спрашивают, а вы играете на своем инструменте? Говорит, да я, говорю, не играю сейчас. Говорит, а что вы не играете? А я думаю, может быть, вот это и хорошо, что я не играю. Знаете, когда мы можем что-то еще делать, в период трудности нам хочется оставить призвание и пойти делать то, что мы раньше делали. И вот если нам говорится, что если ты оглядываешься назад, ты неблагонадежен для Царства Божьего. Но если мы, как говорится, сожгли все мосты, то мы будем идти только за ним. Мы будем служить только Ему. И поэтому Бог, для каждого из нас, Он приготовил это призвание. И поэтому каждого из нас, Он и сегодня спрашивает, да? Для чего ты здесь? Для какой цели ты здесь? Бог имеет для нас призвание. И поэтому наша задача, что сделать? Найти это призвание и служить этим призванием. Аллилуйя! Давайте мы встанем, мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. И мы знаем, что Ты благой Бог. И мы поем Тебе эти песни о Твоей благости, о Твоей верности, Господь. И мы знаем, что Твое призвание и предназначение, оно делает нас счастливыми, и оно делает нас успешными. Потому что именно для этой цели Ты и создал каждого из нас особенным. Мы отличаемся друг от друга, и поэтому дары различны написано. Но мы здесь находимся для того, чтобы мы могли посмотреть на себя. Если кто-то, кто не нашел еще свое призвание, свой дар, я молюсь, чтобы эти люди нашли его. Но я также знаю, есть люди, которые, возможно, они оставили свое призвание. Они знают, к чему их призывал Бог, что Он им говорил делать, но по каким-то причинам они не стали этого делать. И сегодня я молюсь, я верю, что Дух Святой каждому из нас говорит что-то особенное, потому что мы все разные, у нас разный опыт, у нас разное понимание, у нас разная жизнь. Но я верю, что сегодня Дух Святой, Он и говорит о призвании. О призвании. Для того, чтобы мы исполнили призвание, Дух Святой нам и помогает вспомнить, Он и помогает нам посмотреть на себя, Он и помогает нам понять, Он и помогает нам найти, потому что на самом деле этот помощник, который дан нам от Бога, Он для того и есть здесь, чтобы помочь каждому из нас. Поэтому я молюсь, чтобы Бог дал смелость, если это нужно, сила, если это нужно, желание, если это нужно, да, но потому что есть разные ситуации, по каким причинам. И в своей практике я видел людей, которые были призваны, и они служили, потому что по каким-то причинам они ушли, они бросили это. И что самое печальное, я не видел, что они успешные люди, что у них что-то получается, у них ничего не получается. И поэтому, конечно, Бог хочет, чтобы они вернулись, да, они вошли в это призвание, они исполнили это предназначение, чтобы, конечно, им не было мучительно больно, да, за бесцельно прожитые годы, но чтобы каждый из нас, когда мы будем давать отчет Богу, мы могли услышать эти прекрасные слова, что добрый и верный раб, да, добрый и верный, потому что ты исполнил то, что Бог тебе доверил, ты сделал то, что Бог дал тебе, ты прожил именно ту жизнь, которую Бог для тебя и предназначил, ты не промахнулся мимо цели, ты жил так, как Бог хотел, чтобы ты жил. И как говорил апостол Павел, да, что я течение совершил, и веру сохранил, и поэтому мне готовится венец. Когда мы исполняем волю Божью, нас ожидает награда, друзья. Награда не только здесь, потому что исполнять волю Божью, быть в призвании, это уже награда, да, это уже то, что делает тебя счастливым человеком, это делает тебя полноценным, потому что ты не разочарованный, ты не разбитый, Бог тебе помогает, Бог тебя ободряет, потому что ты исполняешь Его цели. Но также Бог говорит, что для тебя будет награда, для тебя будет и особая награда в вечности. И Павел знал, он говорит, что мне готовится эта награда, мне ожидает эта награда. Поэтому это так здорово, что Бог, Он всегда вознаграждает. Аминь. Бог всегда вознаграждает, и Он хочет нас вознаграждать. Я думаю, что прямо в его сердце так и эти слова и просятся, чтобы он сказал, добрый и верный, да? Добрый и верный, вводи в мою радость. Потому что Его радость – это наша радость. Аллелуя. Аллелуя. Поэтому, друзья, не остановитесь на полпути. Не остановитесь, да? Потому что у нас бывают хорошие порывы. Мы, бывает, хотим, да, вот-вот, мы собираемся, да, Господь, мы сделаем. Но по прошествии времени как бы отходит все, и мы отходим. Не хочется, чтобы мы куда-то отошли. Хочется, чтобы мы шли вместе, да? Потому что на самом деле это делает нас сильными, да? Это делает нас смелыми. Потому что, исполняя волю Божию, мы проходим преграды. Мы все будем проходить различные испытания, трудности. Но когда мы идем в волю Божию, то мы идем вместе с Богом. Мы не одни тогда. Мы идем вместе с Ним. И тогда Он нам помогает, Он нас поддерживает. И тогда мы имеем победу. Мы имеем успех. Мы имеем прорыв. Потому что мы не сами по себе, мы вместе с Ним. Поэтому церковь, которая в призвании, да, она будет сильной, она будет победоносной, она будет радостной, она будет счастливой. Но церковь – это все мы. Все мы на своем месте. Аминь. Все мы на своем месте. И когда мы все на своем месте, Богу легко двигаться. Его тело тогда сильное, Его тело послушное, да, Он может исполнить все желания, которые Он имеет в своем сердце. Поэтому хочется, чтобы это нашло отклик в наших сердцах. Чтобы, уйдя домой, мы не забыли просто. Потому что мы так много забываем то, что нам Бог говорит. А потом говорит, Господи, а что мне делать, я не знаю. А чем мне заниматься, я не знаю. Поэтому я себе говорю, вы конспектируйте, вы делаете для себя пометки. Когда вы придете домой, вы сможете снова в молитве вернуться и говорить, Господи, да, я хочу быть верным, да. Ты верный, и я хочу быть верным Тебе. Я хочу исполнить Господь. Я хочу порадовать Твое сердце. Я хочу действительно быть человеком предназначения, человеком призвания, да. Это делает нас совершенно другими. Это делает нас помазанными. Понимаете? Почему мы называемся христиане? Со слова Христос помазаним. Видите, мы можем быть христианами, но мы можем быть непомазанными. Но я говорю, мы помазаны, когда мы на своем месте. Потому что когда мы на своем месте, Бог нас помазывает. Когда Он говорил призвание, вы всегда помните, царям, там, священникам, пророкам. Что потом было? Потом пророк молился и помазывал их, да. Помазывал. То есть это было печать. Это было свидетельство, да. Что я помазываю этого человека. То есть я даю ему силы, я ему даю способности, чтобы исполнить это призвание. Тогда мы действительно будем все помазанными, друзья. Мы будем помазанными, значит мы будем сильными. Мы будем благословенными. Аллелуя. Скажи на это Аминь. Слава Богу.